Компания «Спецжилстрой» печально известна в Новосибирске двумя долгостроями на улице Выборная. Эти дома доводили до ума и сдавали в эксплуатацию, что называется, всем миром. Но если об этом можно говорить уже в прошедшем времени, то вот в уголовном процессе над бывшими руководителями компании Натальей Кремок и Ларисой Демидович пока еще рано ставить итоговую точку. Вот наша квартира, в которой мы живем уже год. Пока наша квартира строилась, я закончила вуз, вышла замуж, и у нас появился малыш Слава. Софья Тумашова относится к предпоследней волне дольщиков двух высоток на Выборной. Она, как и три сотни других горе-инвесторов «Спецжилстроя», сунулась в воду, не зная броду. Мы приобретали квартиру в офисе у самой Кремок. Нам обещали сдать квартиру в конце 2012 года. В тихом омуте «Спецжилстроя» всегда водились незаурядные персонажи. Пожалуй, самый колоритный из них – Владимир Зурков. Это его захищение около 900 миллионов рублей из долгостроев, которым Новосибирск обязан компании «Сумет», в декабре 2016-го осудили на 13,5 лет колонии. Но к оглашению приговора Владимир Владимирович не явился и с тех пор находится в розыске. Отметим, что эта зурковская судимость не имеет отношения к высоткам на Выборной. Тем не менее, при нем, в середине нулевых, на эту площадку деньги привлекались по серым схемам и без разрешения на строительство. Работы велись вяло, а к 2008-му и вовсе встали колом. В 2009-м Владимир Зурков переписал «Спецжилстрой» на Наталью Кремок и формально вышел из игры. На тот момент один дом не насчитывал и 10 этажей, а второй и вовсе завис на стадии котлована. Изначально бизнесу не позволило выполнить свои обязательства. Это нехватка оформленного земельного участка. Хищения на сумму 120 миллионов рублей были осуществлены предыдущим руководством, то есть в лице директора Осадчева, собственника Зуркова и их доверенного лица Степанова. Мы же подавали в суд на прежнее руководство. И так, когда в 2009-м Владимир Зурков пересел на скамейку запасных, в игру вступили Наталья Кремок в амплуа первого лица «Спецжилстроя» и Лариса Демидович на позиции финансового директора. Средства инвесторов они привлекали уже под оговором долевого участия. И строительство высоток продолжилось, но ненадолго. В мае 2011-го стройка стала затухать, и застройщик в октябре 2012-го на общем собрании участников долевого строительства объявил, что они не могут достроить дома без дополнительных средств. А средства они планировали взять у нас. Итак, Наталья Кремок предложила дольщикам внести по 6 с лишним тысяч с квадратного метра. Но к тому времени уже начали всплывать факты двойных продаж квартир и другие подозрительные сделки за ее подписью. Поэтому инвесторы, уставшие годами ждать новоселья, инициировали процедуру банкротства горе-застройщика, стартовавшую в марте 2013-го. Как оказалось, очень вовремя. Много, так сказать, подвигов у бывшего руководства спецзастройки. В том числе эпизод в рамках уголовного дела рассматривается. Это именно так называемый эпизод дорога. 9 миллионов 800 тысяч рублей было перечислено подрядной организацией за работы, которые не выполнялись. Дальнейшее вскрытие показало. Спецжилстрой, как ящик Пандоры, таил в себе и другие неприятные сюрпризы. Нами в рамках процедуры банкротства были оспорены сделки, направленные на вывод активов. Шесть квартир нами оспорено. Также были офисные помещения отписаны. У нас есть сделки с Рудых, с Петровым, Дегтяревым. Я так понимаю, это родственники ваши, Демидович? Да. И эти сделки были оспорены, правильно я понимаю? Правильно. Эти сделки на 40 с лишним миллионов рублей арбитражным судом были признаны недействительными. Шесть квартир и офисные помещения вернулись в конкурсную массу компании банкрота, что в конечном итоге сыграло важную роль в достройке высоток на Выборной. Инвесторам помогло также и то, что они своевременно получили статус обманутых дольщиков и субсидии. В каждом доме был создан свой ЖСК и в ноябре 2015 оба объекта уже ввели в эксплуатацию. Мы доплачивали 7 тысяч с квадратного метра. У нас получилось где-то в районе 350 тысяч рублей. Получается 200 тысяч долог государства и 150 тысяч мы доплатили со своего бюджета. Из уголовного дела, в рамках которого Наталья Кремок и Ларисе Демидович изначально вменяли хищение на 250 миллионов рублей, по части эпизодов преследование прекратили. До суда дошло лишь несколько инкриминируемых дуэту преступлений по статьям мошенничества и присвоения или растрата. Кремок обвиняется в том, что присвоила более 400 тысяч рублей. Аналогичное обвинение предъявлено Демидовичу по присвоению чуть более 50 тысяч рублей. Также Кремок и Демидович обвиняются в мошенничестве, то есть в хищении 100 тысяч рублей потерпевших, а также в присвоении около 10 миллионов рублей, принадлежащих ООО «Спецжилстрой». Наталья Кремок и Лариса Демидович свою вину ни по одному эпизоду не признают. Более того, подсудимые дамы мнят себя пострадавшими. В деле находятся документы о хищении у меня лично денежных средств в огромной сумме, то есть около 100 миллионов рублей, а Наталья Владимировна на 600 миллионов рублей. Это только начальная сумма. Зрелищные представления в зале Фемиды, где главную скрипку играет Лариса Демидович, а Наталья Кремок стыдливо прячет взгляд, продолжаются. Следующее заседание назначено на 28 апреля.